МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЛИЧНЫЕ ДНИ ЗАСТАЮТСЯ ДАГАЛОННОГО СВЯТА НАШЕЙ КРАИНЫ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТИ ПАДРЫХТОВКА ДАЯГО ДОЖИЛАСЯ АМАЛЬ ДВА МЕСЯЦЫ ПРАЙШЛИ ДІСЯТКИ РЕПЕТЫЦЫЙ ЯК БЫДЕМ СВЯТКАВАЦЬ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТИ ДАВЕДАЛИСЯ НАШЕ КОРРЭСПАНДЕНТЫ ДА ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТИ НА УСІХ БУЙНЫХ МЕМОРИЯЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ ПРОЙДУЮТЬ МИТЫНГИ И ЦЕРЫМОНИЮ СКЛАДАННЯ КВЕТАК ТРЭТЬЯ ГАЛИПЕНЯ УРАЧИСТЫЕ МЕРОПРАЕМСТВУ ГОМЕЛЯ У ДЕСЯТЬ ГАДИН РАННИЦЫ ОТКРЫЕ СВЯТОЧНОЕ ШЕСТИ ЗУДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ПРАЦЫ, КЕРАУННИЦТВА РАГИЁНОЙ ГРАДЖАН СЮЛЕТЫ ВИДОВЕЩЩЩЕ БУДЕ ОСАБЛЕВА МАЛЯУНИЦЮМ НА ПИРАДЕ КОЛОННЫЙ ПРАНЕСУЦЬ 22 ГЄРБЫ ГОМЕЛЯ И УСІХ РАЦЕНТРУ, А ТАКСАМЫ РУЧНИКИ ЗЫХ НАЗВАМИ ШЕСТИ ДУЙДЕ ДА ВЕЧНОГА АГНЮДЕ, ПРОДЕЙ МИТЫНГ И ЦЕРЫМОНИЮ СКЛАДАННИЕ КВЕТАК Затым свято протягнет забавляльная программа. Мы приглашаем гостей праздника на свято-вышиванке, которое пройдет на улице Ланге. Возле здания медицинского университета состоится праздничный концерт. Кроме того, ожидает гостей большая выставочная панорама, подготовленная учреждениями среднего специального образования, профессионально-технического образования. Свои выставочные панорамы представят районные центры Гомельской области. Забавляльные мероприемства будут проходить во всех районах областного центра. Причем до свято рыхтуют не только концерты и выставы, а и экстерьер, некоторых объектов областного центра. Так уже зараз можно увидеть первоутворыния, которые отбываются на площади Ленина. До свято завершится реконструкция фасада областного драмтеатра, подыходит до конца работы по одновлению огороджей Центрального парка. Ей плануют надать такие школер, у которых уже оформовали драмтеатр. А кроме того, на площади выставили велизарные катки с туями. До 3 липня их з'явится еще больше. У агульной склада на стекале 200. Рыхтуются до святой в районных центрах. Так у вецы пройдет веломаскарад. У житковичах забеги на роликовых коньках, скейтах и раскутерах. Так само там выберут мисс вышиванку и самого мощного житковчанина. У октябрьским с 9 виртуальная экскурсия у Минулая, а у хуйниках пересованные выставы на автомобильных колах и хорографичные композиции просвеченной творчести Янки Купала и Якуба Колоса. Дарочесюль это усветочной программе у Вогули шмат новаций. Супрацовники Даю Першиню проведут масштабные показальные выступления по худкостным манюрованию и представить выставу специализованной техники. День независимости это праздник каждого жителя нашей страны. Но также 3 июля особенный день для всех сотрудников госавтоинспекции. Это день образования нашей службы. Именно поэтому в этом году на площади мы устраиваем большое профилактическое мероприятие, которое будет состоять из нескольких площадок и которые будут интересны и маленьким, и взрослым участникам дорожного движения. И вядомы святы не обыдятся без подарунка. У 29 червня отбудется урочистая открытие кинотеатра с подорожник у Агрогородку Черкович и Светлогорского района. Первого в Украине личбового кинотеатра у Агрогородку. А 3 липня о 12-й године отбудется урочистая открытие опошнего реконструированного участка набережной раки СОЖ в Гомеле. После открытия у всех чекает забавляльная программа с выставами, городом-майстро, аттракционами, музычными и интерактивными пляцовками. Завершить святочный день у областных центра акция «Праспеваем имн разом». Кульминацией программы станут фейерверки. Яны отбудутся у 23 годины во всех районах Гомеля. Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». 1 липень в нашей краине будет значаться день кооперации. С на годы профессийного свято, а так само 100 годы отворения Белорусского республиканского Союза споживецких товаристов у Гомеля прошел урочистый сход. На протягу опошних годов гомельские кооператоры – сирот лидеров Украины. По выниках работы за минулый год, по таких показчиках, як экспорт товаров, скорочение энергозатрат и рентабельность продажу, в Гомельске «Апоспожив Союз» находятся на другим местом. По выниках финансово-гасподаршей деятельности – на третьем. Торговые объекты сегодня приобретают современный вид, оснащены торговым оборудованием современным и всеми необходимыми продуктами для удовлетворения спроса и нужд нашего населения. И хочется пожелать всем труженикам системы крепкого здоровья, счастья, благополучия и достойный заработный плат. На урочистый сходу гомельским «Апоспожив Союзе» собрались с оправданным майстри своей справы. Заслуженные у знакороды отрымливают левшие продавцы, кондитеры, повары, заготовщики, работники кадровой и операционно-кооперативной службы. Переможцам по выниках работы за минулый год признаны Светлогорский рай «Апоспожив Союз». Другое место у лельшинских кооператоров, третье – у Добружских. У свой шаргу коллектив «Апоспожив Союзе» повиншавау старшине управления Василя Смольского за урочением подяки премьер-министра Республики Беларусь. Лесная навука – молодь будущая. У гэтые дни Гомель принимает у дельников Международной школы конференции молодых навуковцев. Форум промеркованный до года навуки. Мероприемство проходит на базе Института Лесу. Яно собрало амаль 150 навуковцев с 50 навуководоследших, адекватных и леса господарших установ Беларуси, России, Украины, Болгары, Латвии и других краин. Адых на конференцию заявлено амаль 100 навуковых докладов. У дельники обмерковать ход с ужасных доследований, вызначают перспективные шляхи и дают оценку досягнения молодых навуковцев у галеневе одзения лесной господарки и узнавления лесу. Головная задача школы конференции – повышение квалификации молодых навуковцев, притягнение их до обмеркования актуальных навуковых проблем и инноваций. Впечатление о беларусской науке леса у меня очень позитивное. Я сам из Латвии. Есть и у нас, чего поучиться у вас, и у вас, что поучиться у нас. И бывало, что мы такой опыт уже делали. Били совместные проекты, и были студенты из Беларуси в стажировке у нас. Так что мы уже сотрудничаем и надеемся это продолжать. Беларусский фонд Мира ввести у подшаток новой акции под названием «Дорогами войны, мира и працы». И она будет проходить на базе сельскохосподарших предприемств региона. Первая поездка за делом будущих выпускников ВНУ и колледжи отбылась в Речицком районе. Таким чином Гомельское отделение фонду Мира допомагает навученцам больше сильно поглядеть на профессию в разных сферах деятельности и ознайомиться с умовами життя и працы на везце. Протяг темы в наступном сюжете. В наступном году Юлия Лупана тримает заповедный диплом об закончении высшей навучальной установы. Перспектива переезда с города в сельскую мясцовость взял чину не пужая. Говоры тюмовы життя у агаргородка зараз такие, что с легкостью можно изменить метусливый город на вязковые пейзажи. Я будущий энергетик и это востребованная специальность. В следующем году я выпускница и я уже серьезно задумываюсь над тем, куда я могу поехать работать. Такая возможность, тем более, что предприятия развиваются и постоянно совершенствуются. Здесь достаточно благоприятные условия для выпускников и технологии на достаточно высоком европейском уровне. Калгаз 50 годов кастричнику – приклад господарчага подыходу до справы. Тут поспевают поширать вытворчасть и укоронять самые новые технологичные процессы. Среднемесячная заработная плата – каля 800 рублев. Вось уже по 100 годзе господарку узначалюваю рыгор шпаку, який перекананным. Человек працы тады ганарыцца сабой, кальем досягая поставленных метов. Гэты молодые люди худко покинут стены навучальных установ и пойдут на вытворчасть. А тому пачуть парады рационального керавника, заслуженного работника сельской господарки Беларуси, лишним не будет. Жизнь – это труд. Человек внутренне счастлив, на мой взгляд, именно тогда, когда его понимают, когда его уважают и когда он видит результат своей работы. Такие умовы створны для молодых специалистов, наученцы и студенты гомельских ВНУ и колледжа увидели на свои очи подчас наведывания к Субагрокомбинату «Холмич». Это еще одно сельгаз предприемство Речицкого района, которое выполнено, отчувает себя по причине многих закономерных факторов. Бойная господарка развивается, тому запал и працовные руки молодых специалистов потребны зауседы. В «Холмич» более 7 тысяч крупно-рогатого скота, тоже строится комплекс на тысячу головную, еще он в стадии строительства. Поэтому объемы серьезные. 451 рабочий у нас трудится в коллективе. Корыстная познавальная поездка, организованная Белорусским фондом «Миру» для будущих выпускников, я еще раз подтвердила. Год нажить можно и у сельской мясо-вости. Наталья Игнатенко, Максим Савин, Игорь Марышенко, Зречицкого района. Сегодня интерактивная передача «Добрый вечер» в Гомеле запрашает поговорить про брата у наших меньших, яких живел сегодня трамадих амельшаний, жихары в области, у своих квартирах и на подворках, и яких традицинах отдавали наши протки. Что подштурховое жихаропа миллионного города делить квадратные метры с экзотичными гадаванцами? И кто, кроме господаров, у отказа за тех, кого приручили? Удельники программы откажут на это и иншие питания, навыжать гадавать декоративных курочек, мадагаскарских тараканов и незвычайных варанов. Добрый вечер Гомелю, прямым эфиры сенью у 20.40 на Беларусь 4. Телефон студии 37-519. На этом выпуск завершен и у студии працавала Марина Джалая. Усего доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова